Я даю добровольное согласие на видеосъемку. Толкачев Павел Владимирович родился 7-11-1975 года. Уроженец Луганская область, город Ровеньки. Стали прилетать все мины. Моего, то, что на глазах оставили лиса, ранили. Очень тяжело с задней стороны, две ноги ниже яиц. Мясо повылетало. И перелом левой голени. Я его перемотал, ввел антибиотик, все бинты потратил. Кричал, что он 300-й, несколько раз тяжелый. Сказали, ждите. И все, помощь не пришла. А то ночью стали всю посадку, через 2 квадратных метра, миномет, танк, ПТУР. Утром меня обошли сзади. Хочешь жить, ты кидай зброю. Я кинул зброю, ни разу не стрелял, все рожки. И сдался в плен. Я понял, что я тут дождусь только очередной номины, и все. А спробуй, пригадай, когда тебе эта думка пришла в голову, какие в тебе были вообще эмоции? Про что ты еще думал? Я думал, что я сделаю мою кошельку в жизни, чтобы я шел на мобилизацию. Я мог скрываться. Я думаю, что в этом виноват русский мир Путин. А как они в Инне? Что ты имеешь на увазе? Что они таки сделали? Что мы жили в Украине. Хорошая страна, все нормально. Я работал в Шахте. Женка меня любит. Сын. А тут все взяли, развалили. В конце жизни. Мне до пенсии уже 3 года оставалось. Все мое життя сломало. И не только мои, а у всех украинцев. Когда была мобилизация, сказали, что на 2 недели на сборы и все. На работе закрыли табельный номер. Я не мог больше работать, зарабатывать гроши для семьи. Мат и болеет. Жена после инсульта тоже не работает. Потом сын учится. По телевизору идет пропаганда, что здесь все фашисты расстреляют, казняют людей, отрезают головы и так далее. А тут не так? Тут, когда я побывал, тут не так. Ко мне лояльно относились, кормили. Розкажи, как это изменилось, твое уявление про украинскую армию? Яке было и яке стало, когда ты там сдался? Когда сдался, я бросил автоматы. Сдал вот пять рожков, все. Говорю, пристрелить меня. Они говорят, зачем ты нам нужен? Пошли со мной будешь еще жить. Меня это очень поразило. Я думал, меня пристрелят. Или будут катывать, или отрежат конечности. Мне такого ничего не сделали. Это перевернуло мою думку первый раз. Потом думал, привезут. Будут отрезать в ухо, или что-то вопрос. Что я не знаю. Правда, что я знал, я все показал. Правда, ничего не отрезали. Это меня в другой раз поразило. Потом все время давали воды, погодували. Относились не так, как нам говорят по телевизору. Наша пропаганда, которая там, ВНР, ДНР. Полгода не платили зарплату. Наши жены ходили в военкомат, никаких не было сведений, даже где мы находимся. А по телевизору говорили, что нам платят гроши, что нам выплачивают какую-то материальную помощь. Ничего этого не было. Только потом, через полгода, сделали доверенность и стали выплачивать потихоньку деньги. Денеги платили не те, которые горели по телевизору, что там 26 тысяч сначала было, а платили там по 15 тысяч. Вот это такое. Потом только аж в конце сентября стали добавлять зарплату. Все время по телевизору горят 176 тысяч, 200 тысяч. Я получил один раз 176 тысяч. Последнюю зарплату тоже 176 тысяч я не получил, потому что все, надо выдвигаться, а зарплату типа завтра получать. За ранения тоже ничего не получил, никакие документы не дали оформить. Я не знаю этот порядок оформления. Все выписали в медседжене, части местной и все в строй, короче. Речуваю, что... И не тельки, и мне не одного. 99 процентов. Да, там были такие ситуации, тоже деньги не получают люди, довольствие. И очень долго эти вопросы решаются, и никому не платится ни 176 тысяч, ни 200 тысяч. Только если ты там долго-долго протянул, что очень физически, я считаю, неможливо, невозможно. То есть, чекают, пока тебе не за 200 тысяч, да, там типа, потом, 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 а так уже 200 тысяч, и уже выплачивать ничего не треба. Да. Так вот, да, выходит? Да. Получается, эти деньги всем обещают, а какая-то только там 1% из этих людей и получают их, в конце концов. Они до сих пор даже не заработали ни зарплатную карточку, ни военный билет. Кто запил туророки, мое же. Да, у меня было по утере шпаргалка украинская, что это, еще в 98-м году как оформили, что я там служил. И все. И вот я все время говорил, ну сделайте военный билет, никто ничего не сделал. Потом сделаем. Я думаю, что это роботи специально, чтобы людей, прежде всего, с Донецкой, с Луганской области на мясо отправить, перемолоть их всех. Когда отпускали местных увольнения, допустим, донецких или макеевских, то и они задерживались там, в Сочи называлось, то и, да, привязывали на цепь, будешь сидеть три дня в подвале и пойдешь в первой пятерке занимать позиции. Могли и копнуты, и удары ты. И если плохо, отвечал, да. псих посылают на мясо, на убой, конвейер смерти. те группы меняются, привозят новые, и из новых остается 5-10% максимум. Командиры все время ходят, и их младшие подслушивают, чтобы много не болтал между собой, не разводил панику. все понимают, что мы идем на мясо. Телефоны тоже забирают, и записываются в журнал, чтобы по времени ты говорил. Если что-то не то по телефону скажешь, приносят командиру лист про слушку, что ты вот это такое говорил, что вас там или не кормят, или бьют, или еще что-то. То такое уже бывало с кем-нибудь из ваших. Да. Ну, пришел ночью злой командир и сказал, что вы по телеграму вот это пишете, и ваши жены пишут, что вас не кормят, плохое питание, зарплату не дают. У нас было там 5 человек, построил всех шеренгу, и к каждому прописал. Оказалось, кто-то давал другим телефон, и тот звонил женкам, а жены рассказали об этом в телеграм. После этого все телефоны под запрет позабирали все. А как вы не отримали доступ? Не знаю. И такую телефонную разговору из телеграма. Хлопцы, прячьтесь, стекайте. Это все пропаганда, на самом деле все точностью наоборот. То, что показывают по телевизору, это брехня. А у нас все идут на мясо. В этом виноват Путин и русский мир. Почему они тебе мают поверить? Потому что я сейчас здесь живу.